Мы собрали позднее, получили пораньше, потому что люди разведываются, с города были, а жизнью жили одно и лето. И работы делали городские, делали деревенскую работу, которая для деревни. Поэтому работы было сделано очень много, плотины, одна, две, три, четыре, пять, пять плотин было восстановлено. Это все силами городских сделано, следами Крестово-Зижинской общины, потому что деревенские заняты, и мало кто участвовал. Но сейчас погода сухая. У нас в уставе есть один пункт, что когда что-то сжечь, соседей предупредить, приготовить воду, чтобы лопаты грабли. Но я, не только я, и другие делали уже это предложение, что этот пункт нужно более усугубить, чтобы вообще всякое сжигание травы в огороде категорически запретить. Потому что видим, что везде пожары такие, сообщают, выходят. И большинство пожаров происходит от выжигания травы на участках. Выгорает целая деревня. Сотни тысяч гектаров леса выгорает. От чего? Стали фермеры, или там женщины на поле, или кто-то там дача. Я лично знаю, в Тюмени один, я решил на даче, поджечь там что-то собрал. Ветер как дунул, 10 домиков дача сгорела. Пока пожарным приехали, там уже они эти не тушили, отставили, уже там перекрыли, чтобы на другие не пошло. То есть это неуправляемый огонь. Чуть этого, а, кажется, было тихо. Только тихо, и вдруг ветерок дунул. Дунул, перебросил, а там уже потом только руками хлопает. Поэтому вообще, жечь какую-то, какая нужна жечь? Ну да сложи его в кучу, а оно перебнеет. Перебнеет будет польза от этого. Ну все равно, у нас есть куда ложить. Ну, площадь-то неограниченная. У каждого там, по гектару что-то. Складывай, где не пользуешься землей. И все, не нужно никакой жечь. Вообще, это значит, в устав вести, то выжигание травы и прочее на территории деревни запрещается. Иначе ничего не будет. Чуть-чуть дай, смотришь, что он жгет. А я приготовил там что-то, ведро воды поставил. Что это ведро воды тебе, ты жгешь, никому не скажешь. Да, все даже жгет брат. Не годится так, не надо это, совсем никак. Без этого можно обойтись. Я помню, в детство свое, никогда нигде на полях не жгли соломы. И дома мы жгли только зимой. Зимой, когда снег, там ботву, где-то там подсолнечные дудки жгли. Летом никогда не жгли. Этого я и не помню даже, чтобы жгли, костребки это разводили. Этого не было нигде. Это строго было, очень. Поэтому не выгорали сегодня, смотри, какая была роща на Новой Заре за вторым мостиком. Выгорело, все, ничего нет. А роща была прекрасная, когда собирались, какие-то были мероприятия районного значения. Там или после посевной, когда собирались, там День молодежи отмечали. То большинство собирались и приезжали со всего района сюда, к нам, к этой березовой рощи. Там такая поляна посреди этой рощи была, и там эти гуляния устраивали. Там концерты там ставили, там, помню, лимонад продавали, там мороженое. Ну и там разные были. Нету этой рощи, сожгли, все. А поджигает-то? Огонь пошел, выгорело. Нет. Поэтому мы здесь живем, и дальше жить кто-то останется после нас. Посмотрите, везде околки, возле Порщина нет околков. Они были там раньше, околки. Нету ничего, все. А у нас какой-то как-то азис, только сохранился еще. Так мы сколько раз тушили, выходили. В прошлом году выбегали все оттуда, как пошел огонь, мы отстаивали, тушили. А сводим в МЧС там, а у нас не на чем выехать. Так а зачем мы тогда ездим в МЧС, не на чем выехать? У нас одна машина, она уехала там в Родинский район, что-то пожар, и все, а у меня что? Не на чем выехать. Знаем, что у вас горит? Мы видим, что у вас горит. Там по космосу от нас смотрят. Мы знаем, что у вас горит. Так, я говорю, на деревню идет, в деревню. Ну, как-нибудь там это. Машина вернется, когда с Родины тогда к вам пошлем. Вот так вот. Поэтому где-то увидели даже что-то горит, сразу поднимайте об этом тревогу. Это первое, о чем хотелось. Второе. Безопасность. Как-то надо... Я предлагал несколько лет назад еще, но никто как-то на это нет. Уже пошло у нас в открытую. Воры даже не стесняются. По-моему, они и днем даже воруют. Днем даже легче воровать, чем ночью. Если знает, где что лежит, то ночью не надо ехать. Приехал днем, зашел, положил, увез и все. И никто... Видишь, чужая машина, никто даже спокойно. Ну, прошла-пошла. Увидели, чужая машина, сразу позвоните с того конца на этот деревень. Какая-то машина пошла. Такая-то, такая-то машина. Запомнили номер записать. Сразу поднимать тревогу. Не надо так равнодушно смотреть на это. У нас уже стали в открытую. Сливать солярку, железо воровать там, снимать аккумуляторы снимают уже. И стартерос машину вытаскивают до аккумулятора. Было, было все это уже. Поэтому здесь уже не только что-то... А это не у меня сняли там, или не у меня слили солярку. Ну, у тебя солярку не слили, но зато у тебя вещь зашли, решетки какие-то взяли. Так и будем. А у меня нет солярки, поэтому это у него сливает, пускай сливает. Так не надо смотреть. Живем все на одной земле, и, как говорится, едино. Говорим, называем общину, значит, община это одна семья. А когда в семье, то не будет смотреть там брат или сестра, или мать, или отец. Это не у меня, это у него. Поэтому здесь на это также обратите внимание. Поставить бы шлагбаумы. На въезд в деревню поставить шлагбаумы. Поставить хороший шлагбаум. Мы вот проезжаем из Барнаула, видно, проезжаем, когда Павловск за Павловска смотрим, там шлагбаум стоит на той стороне, на той стороне шлагбаум. Там где-то фермер живет, видать. И дорога, дорога, в другой раз проезжаешь, шлагбаум закрытый. Объезжаясь, будет уже где-то по полю ехать человек, там объезжать. Может объехать, может, но это уже другое. А шлагбаум поставить уже, так бы не заезжали в деревню. У нас все открыто, пожалуйста, со всех сторон. Где только можно, там и заезжаем. Степа. Все, еще что-то еще хотел. Так, у кого есть какие еще предложения и добавления к этому тогда было? Давай. В том числе это была моя инициатива, чтобы провести сейчас собрание, потому что уезжает батюшка, уезжает Игнатий Тихонович. Мы могли бы провести позже, но я как бы настоял, чтобы Игнатий Тихонович присутствовал здесь. Потому что, как отец-основатель, у меня к нему некоторые вопросы есть. Также хотел, чтобы вы там задали. Буду говорить только то, что пережил за два года. 7 октября будет два года, как мы переехали сюда с семьей. Я на себя взял обязательство на прошлом собрании по уставу, что я отсканирую, распечатываю и раздам в каждый доунстав. Я это не сделал по той причине. Прошлое собрание было очень сильно скомкано. Много вопросов, на мой взгляд, не разобрали, остались открытыми. Поэтому было желание провести следующее собрание, чтобы в устав некоторые моменты дополнить. Но в итоге следующее собрание опять же по каким-то причинам не провели. Там некогда была весна. Сейчас, если мы дополним что-то, значит в течение зимы я... Селена Анатольевна составим, как-то распечатаем. Устав, где будут дополнения, соответственно отпечатаю и всем раздам. В каждом доме будет устав. За устав тоже бьюсь, потому что смотрю гораздо глубже. Жить здесь нам, если Бог даст. Будут приезжать люди и вижу в этом главное. Потому что есть отцы-основатели, но как-то так получилось, что авторитет сейчас держится на них в большей степени. По крайней мере то, что я увидел. Не знаю, можете меня поправить. Но чисто математический выклад им по 70 лет и может и скоро не быть. Жить нам дальше здесь. Говорят так, вначале говорят, ты работай на авторитет 20 лет, а потом авторитет будет работать на тебя. Это хорошо, это хорошо, но я смотрю дальше. То есть тут ничего такого плохого нет. Я переживаю за себя. Значит, с прошлого собрания понятно, я говорю, что там не закончено. У нас есть 12 пункт в уставе, который гласит, что если человек не пришел на собрание или ушел, то есть любое решение будет принято и без него. Поэтому надо к этому ответственно подходить. Если ты там не пришел, вот кого-то я здесь не вижу, то есть мы примем и потом не надо руками размахивать. Ответственно хочу заявить следующее, что, ну может быть это немножко смешным показаться, с моим приездом, вот именно с моим приездом, я как бы так себе очертил, как бы начинается новая эра. Эра возрождения, эра становления в потерянке. Была эра возрождения, когда ее возродили отцы-основатели. Потом люди приезжали, уезжали, был 10-летний перерыв, вот, когда никого не было. Мы по Божьей милости приехали, вот, с семьей со своей я приехал. Это одно событие. И следующее событие, что в этом году приехал первый сын жителя уже сюда непосредственно жить. Ну, по крайней мере, заявлять желание. Это тоже такое знаковое событие в данной жизни. Вот, поэтому, как бы будет что-то новое, что-то новое, значит, ну, прошу вас помолиться, чтобы Господь и нам дал здесь прижиться, ну, и жить дальше, вот, не уехать. Потому что у нас в России, говорят, нельзя зарекаться там от тюрьмы, от суммы, всякое может быть. Значит, первый вопрос, который я хочу сказать вот нашему обществу, там, пусть как бы решат. Надо ли писать заявление детям, которые приезжают сюда жить? Детям родители уехали, отучились и потом изъявили желание приехать сюда жить, надо ли им писать заявление? Вопрос. О членстве, о вхождении члена общей деления. Ну, мне кажется, если они отдельно будут приезжать, как уже самостоятельные жильцы, то, наверное, надо. А если они родители? Этот вопрос просто на, как бы, рассмотрение, на подумать. Просто потому что ни к чему, ни в эту. Потом, значит, интересная такая наша незащищенность получилась перед переселенцами, юридическая даже. Вот в свете последних событий с ворами милиционеры говорили, значит, говорят, что третий человек разойдет у тебя костюм, напортив дом, и юридически ты с ним ничего сделать не можешь. Вот. Потому что, ну, он, как бы, ничего не нарушает. Вот. Это не твоя территория, там, дорога, к примеру. Ну, как это? Ну, вы так сказали. Ну, как ничего? Ну, в городе, может, на спарте, на гулянице, по пластике костюма развести, и никто тебе ничего не скажет? Нет. Это уже коммуниканство будет в этой. Здесь речь про то, что, про переселение. А вот, например, он приехал, там, да я хочу тут строиться, ну, и что, что вы там, устав, и что? Я не хочу писать. Здесь совсем другое. У нас община, во-первых, община у нас православных христиан, это первое. У нас мы принимали в УСАП согласно с этим, что у нас возродение поселка на православных христианских заповедях, это в регистрационном свидетельстве, и старинных русских благочестивых обычаях. Это в общее, но у нас, как говорится, государство муниципальное, в то же время образование, поэтому, если завтра нужно будет, район или кто построит 10 или 20, там, 30, 50 домов, и поселятся здесь совершенно люди, может быть, отовсюду. Мы не можем им воскрепляться, но община, как есть, мы можем общиной и дальше жить. Вот. В этом мы не можем воскрепляться. Это, верно, земля, не лично наша, это муниципальная земля, мы живем там. 174 гектара под деревню, поэтому могут, придет время такое, могут и заселить таких людей. Но пока есть, но у нас, кто желает приехать, люди приезжают по согласию. Не так, что, а я приехал, буду здесь жить. Ну, пока такого нет, и думаю, что так это, пока не может быть такого. Если приехал человек, как он может один и жить? Вы смотрите, везде, даже в мире, допустим, вот сейчас ввели санкции против России, не согласны с тем, что Россия как бы захватила Крым против этого санкций. Ну, и те, допустим, Евросоюз, сколько их там государств входит? 27 или больше даже, наверное? 27. 27. Ну, нас решили все до одной стороны. Теперь попробуй, одна какая-то страна не примет, а теперь против нее будет это. Ввели, значит, ввели все. Да есть мировое сообщество, смотрите, ввели там, допустим, против Ирана сколько лет было такое, значит, блокаду, что у нее там не по просчету. Сейчас сняли, все стало, все подчинялись этому, как-то было так. Если один человек пришел, если он не входит в нашу какая-то общество и делает против, здесь просто никакого не иметь с ним общения. Но у нас бывает как? Посмотрите, было у нас такое, что он прямо пошел против. Наши потихоньку, тайно ходили к нему, там, даже с ним, говорится, горилочки выпивали с этим, можно сказать, с врагом. Ничего, нормально будет. Нормально это или нет? В каком это обществе может быть? Может это быть в каком-то цыганском обществе или где-то в чеченском? Да нет, этого не может быть. А у нас должны быть христиане, мы под благодатью, говорит, ходим, должны быть более строжные. А получается наоборот. Поэтому то, что приедет, вот среди улиц разведка костер, ну, это будет просто хулиганция, здесь что, милицию позвонить? Сами тут же собрались, вышли его. Понятно. Ну, конкретный случай, как у нас, но данный вопрос он имеет... У нас был случай такой, который приехал вскорченный и стал что-то там в лагере материться. Долго не думая, там, кто воспитателя и другие его, что, связали его, выпороли, отправили домой. Все. Выпороли прям его. Так, ладно, что они еще, говорит, милицию заедут, так на другое деньги, если сколько он с женой приезжает и жена просит прощения. Сяськова мы там. Атакал Маклоров. Вот. Все. И больше его не было здесь, и больше он не появлялся. Ну, а если, конечно, ты будешь смотреть в окно и говорить, а это напротив Четлюбы костер развел, не напротив меня, или там напротив Глушкова костер, это мне не касается, пускай Глушков разбирается. Да к кому-то, и ты сразу говоришь, чужая машина подошла, Глушев, чужая машина подошла, барабажам, а что это за машина, кто там есть, я пошел, сразу скажу, ага, ну, ага, ну, Игорь разговаривает, вроде так, знакомый, ну, ладно. Ты видишь, чужая машина, сразу обрати внимание, подойди. А так, конечно, если будешь жечь в костер, а ты будешь смотреть равнодушно, древо бы сразу подняться, что это такое. Всеобщая безопасность. Ну, естественно. И человек не будет жечь, ему на жечь позвать, если так, что он будет бежать до Горщины, где еще ему костер. Понятно, меня интересовало как раз открытый вопрос с переселением, я говорю, этот вопрос имеет место с собой, то есть как быть в этой ситуации, то есть мы, как муниципальное образование, власти, если что, имеют право поселить там или что-то поселить. Кого угодно могут быть поселить, нет, кого угодно. Земля, вот так же они на что там налезать, и будут населять там, кого там, могут поселить. Мы не можем этому воспрепятствовать, никак. Но общинах такой мы можем жить, и не будет нас. Вы вправдаете, вы также можете сохранить тот устав, который у нас есть, этот устав, поэтому его просто охранить будем мы, не будем мы. Это устав. Следующий вопрос у меня. Давай конкретнее. Конкретнее, нормальный вопрос. Давай, не торопитесь. Игнат Тихихович, у меня к вам вопрос. Вот непосредственно ситуация там с переселенцами, как получилась такая ситуация, что Роман Малыш, который привез сюда машину оставил, там якобы едет уже с контейнерами вещей, даже заявлений не написал. Я вот так проигрываю ситуацию к примеру, я говорю, просто мы сейчас пофантазируем. Он приезжает сюда, пишет сегодня заявление, мы собираем собрание, ну и там что-то не понравилось, рубаха не тем цветом, и мы все против. Пример. То есть как-то получилось, что он оставил машину, там, ну как, ну хотя бы заявление он должен был написать. Да даже собраться бы поговорить, мы ни с кем не говорим, он и со мной ничего не говорим. Не говорил, что за человек, то есть все только слухи одни какие-то в этом, ну я с ним немножко разговаривал, я с ним чуть-чуть. Он и не наставил на этом, сколько там, чтобы, ну давайте сказать, собрание себе, он на этом не наставил? Я к чему этот вопрос задаю, к тому, что если, опять же возвращаясь к тому, что я говорю, пока то, что я увидел, у нас немножко как-то получилось так, что авторитет каких-то людей это хорошо абсолютно, но у нас есть сустав. И если мы немножко перепрыгиваем через какие-то правила, мы ставим под сомнение, и тогда соблазн получается у других людей. Вот, мне не стыдно сказать, я прежде чем сюда приехал, я специально написал заявление, собрал собрание. Многие осуждали, вот ты тут такой в это, что ты тут, зачем ты это писал там, и так бы вроде меня все знают, у тебя с самого детства. Но нет, есть сустав, то есть надо делать правильно для того, чтобы не было соблазн без других. Тоже как бы вопрос немножко открытый, я не против человека, просто сама ситуация непонятная. Теперь хочу вопрос, не вопрос, а ответить в такой момент. Вопрос, ответ, нет, у кого ты спрашиваешь? А? Ответ. Есть, нет? По Роману, знакомый давно, он приехал посмотреть. Все понравилось, собрание надо. Ответ, что собрание было, зачем собрание-то? Ответ, очень часто именно один и тот же. А что собрание? Собрание собрать у нас, вот сказано, пришли. Но у нас это затруднение все, да, а что собрание? Что у него нет никаких препятствий для того, чтобы положительно разрешили его вопрос. Он напишет, приедет. А что у него будет, один Бог знает. Потому что у нас уже решила, если одинокий, как что, и можно тем, что жилье у него есть где жить предоставлено. Так, он крещение принял. У него ни одного нету пункта, по которому мы могли отказать. Пять пунктов наших. Которые если не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Все. Есть средства. То есть отказать ему ни в коей мере никто не может. Никак. И собрание общего решит. Он заранее может, ну, заранее сказать. Этот человек будет допущен до крещения. Мы уже видели, разговаривали, знакомый не один день. Собрания не было. И поэтому, относительно Романа, сто процентов уверен, что без собрания этого не будет. Он напишет. Для формулы. Здесь, не знаю. Если есть, чтобы на будущее даже люди кто-то, чтобы не было такого. Ладно, этого ты там долго знаешь. Как бы сказать, ты поручитель уже за него там это. Чтобы другие будут, чтобы так не было. Скоро спешно и просто. Вас не будет скажет, а какая разница, скажет ему разрешили, а почему мне нельзя. Я тоже не кулю, не пью там. Понимаешь, и потом надо будет оправдываться что-то. Ну вот ты понимаешь, ну вот Роман, зачем? У нас здесь все-таки у правила. Если есть правило, что на красном нельзя, ты потом что будешь объяснять, что я там торопился или проехал. Там права отберут и все. И тут еще главное, чтобы он согласен был с уставом деревьев. Согласен. Это же все согласен. У него ни одного того, чтобы не было согласен. Не собрание не провели. Не провели собрание. Собрание надо. Ну вот еще собрание, и так понятно. У нас должна быть правильная расстановка власти. Вот как-то так получилось, что что в какой случае, батюшка, батюшка там даже было такое, что там среди ночи там кого-то приводили. То есть в деревне есть староста. Вот. В деревне есть староста. Потом есть члены деревенского собрания. И соответственно, причем здесь батюшка? Батюшка, я просто понимаю, что он должен везде присутствовать. Каждое собрание, что-то освещается, что-то делается даже, ну везде смотришь, везде там есть батюшка. То есть всего? Всего благословения. Вот. Я просто хочу довести до ума людей. Я просто с батюшкой разговаривал, чтобы постепенно привыкали к правильному расположению. Вот, к примеру, там не будет завтра батюшки? Какой-нибудь вопрос? Ну, а батюшки нету. А еще Игорь там где-то в поле. Все. Получается, что даже никто не знает, куда правильно обращаться-то. У нас есть староста вообще-то. Есть члены деревенского собрания. Совета. 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 Да. Вот. А раз, как бы, как-то, ну, не то, чтобы я хочу еще что-то поменять там. Я говорю, Путин, когда к власти приходил, он ничего резко не менял. Он там отменил сначала чуть-чуть там это. Следующее, значит, порядок созыва собрания, хотя бы вот устно как-то утвердить, чтобы не так, как было, что там что-то случилось, корова какая-то зашла, срочно собираем собрание. Понятно. Два раза в год. Это, там, когда в конце года и начале, да, или как, или весной. Правильно говорю или нет? Собрание собирать. Там по необходимости устали написано. По необходимости должна быть, вот я хочу просто устно предложить необходимость. То есть, если у человека есть какой-то вопрос, вот, есть члены деревенского совета, он приходит сначала к ним. Вот. Если этот вопрос на этом уровне он не может решить, значит, идем там к старости, берем батюшку. Если мы вопрос и на этом уровне не решаем, значит, только тогда мы собираемся в общее собрание. А не так, что за каждым пустяком там соберите собрание. Ну, то есть, у нас либо его вообще тяжело собрать реально, либо там соберите. Зачем? То есть, вот, чтобы люди как бы понимали. Есть в уставе пункт 34-й, который дает право голосовать человеку только через год жизни здесь. Вот. Я на прошлом собрании хотел добавить к этому пункту, опять же, с вашего как бы одобрения, народ, значит, что переизбирание, избрание старосты, то есть новый человек, который приехал, да, там, он там живет сколько-то, чтобы он мог избираться в старосты только через пять лет жизни здесь, будучи членом этой общей деревенской. Вот. Ну и, соответственно, может быть, какой-то там написан его срок, либо просто формально там до собрания, или как там, три года, а потом там, что пойдет, пойдет там, кто проголосовали за дальше. Значит, все. Теперь, Елена Анатольевна, мы в прошлый раз, когда говорили по члену деревенского собрания, как-то все это скомкали. Вот. Кто туда входит, кто не входит? Вы помните? Ну, у нас там Андрей, Игорь Глышков и Диафа. Вот. Старосты и батюшки. Это понятно. Это понятно. Написано четыре, там, во главе со старостой. Я теперь за то, что, значит, недеятельных людей исключить оттуда. То есть Жейну Ильичука и Игоря Глышкова. То есть люди, которые не принимают участие там, ну, которые заняты по каким-то причинам. То есть мы в прошлый раз это скомкали, я хотел это сказать. Неполное, значит, это не собрание, кто там, участники неполные. То есть ничего страшного. Два участника плюс старосты и батюшка. Будет время, потом доберем. Еще два найдем. Вот. То есть у кого какие вопросы, дополнения, давайте руки поднимайте. Вы за, против там. Ну, я думаю, это действительно, это правильное дело. Зачем людей держать, если они не деятельные? Они должны быть действительно деятельными. Они должны работать, ответственны быть и думать. Член Деверинского Совета – это как депутат. То есть там уже вроде смешно устало на нынешних депутатов смотреть, там, выполнять волю народа. Но так или не так, то есть это надо делать. Вот. Если, соответственно, тебя нигде не видно, ты ничего не делаешь, ну, там, как бы, не надо формальности. Да, конечно. Я просто, как бы, все, не надо уже формальности, чтобы все было по-настоящему. Значит, следующий момент. 38-й пункт в уставе – образование фонда, деревню. То есть у нас это есть, в прошлом году мы подняли там цену даже. Вот. И отсюда, как бы, связанный пункт 26-й. Значит, 26-й пункт в уставе гласит, что, если ты видишь, там, корова зашла, там, что-то у кого-то упало, там, пожар. То есть ты должен помочь, зайти, сделать, то есть в том доме, в котором нет людей. Вот. У меня вопрос теперь к батюшке, к вам членские взносы – кто должен платить? Кто-то член Деверинской общины или все, кто живет здесь, кто на лето приезжает, кто просто живет? Как вот, я, может, что-то здесь не показываю? Нам не показывают только жители, кто жители. Не, я еще раз вопрос. Только члены Деверинской общины или только жители? Вы сказали жители. Жители – это как понять, это все, кто живет здесь и летом… По дворам у нас тоже, по дворам живет, и берем до стола. С двора же берется. Но имеется в виду временные, может быть, такие вот. Собственно, вообще, постоянные жители. Но если ты приехал на месяц, что сегодня? А вот вопрос такой. Вопрос такой. 26-й пункт. Большой. 26-й пункт в уставе – охранять все деревенское. Ты даже если на лето на месяц приезжаешь, а на зиму уезжаешь. Я же за твоим домом смотрю, я иду, пал, останавливаю. Я еще что-то делаю. Ну как, это по совести? Смешно говорить – 600 рублей. Но если приехал ко мне в гости, наверное, на месяц человека, не знаю, там мы сейчас не проводим. И который живет в доме. Ну а это… Конечно. Какого дом здесь построен, живет – это естественно. Как? Об этом даже и разговор никогда не расставал. Вопрос такой не расставал. Как? Живет и живет. Прописаны здесь даже. Ну, Александр, она здесь прописана? Да. Нет. Батюшка, я плачу полгода здесь, в казну. Да, Лена? А полгода я плачу на ползуновой. Все. Ну, все нельзя. И я всегда все эти годы так делаю. Когда я стала на зиму уезжать, я так и делаю. Я просто к тому, что как бы… Там смешная сумма – 600 рублей, но как бы тут узнала, что некоторые там не платят. Ну, смешно просто, честно. Там это, не знаю, как на совести или как… Значит, 24-й пункт в уставе, где написано, что делать нужно какое-то строение, там, спиливать деревья, все, согласие там, батюшки, старосты. Значит, я говорю, есть исторические моменты, которые… Ну, так получилось. Например, мы построили сарай вот этот, да, за храмом. Вот. Один раз, там, не знаю, вот в 50 лет или в 40 лет получилось так, что горох убрали с земли, он веет горох, земля по всему этому. Идешь в храм, весь грязный, там эта грязь в храм залетает. Я просто к тому, что, ну, исторические моменты мы их менять не будем, но все остальное, как и написано в уставе, надо как-то в это, согласие решать, чтобы не так там строили, где попало или что-то делали. Ох, хорошо. Согласен? Ну, а что? Не, ну, правильно. Ну, а почему должно быть грязь или это самое… Ну, давайте что убирать? Клад убирать или храм убирать? Нет, нет. Не надо убирать. В исторический момент. То есть они уже… Ну, это убирать не будем. Я сказал, что… Ну, знаете, как начиналось, если строили, вы делали то, что есть, где попало. Ну, все правильно. Идет о дальнейшем. Ну, о дальнейшем, о дальнейшем. Ну, все надо, то есть, выбирай. В дальнейшем уже все ждали. Где что строили? Вот. В 27-й пункт в уставе написано, что тот человек, который отсюда уезжает, должен возвратить ту помощь, которую ему давали. Вот. И написано, что продавать землю только своей. Там вот как-то так. Ну, я думаю, что, может быть, более жестко это написать, что дом, или там, не знаю, вместе с участком продавалось, чтобы только своим. Потому что… А еще свои не берут никто. А человеку надо уезжать. Тогда как… Вот. А я услышал такие толки, что там продам кому-то. Ну, и какой-то приедет человек, который купит и вообще скажет, мне плевать на ваш устав. Как вопрос? Может и такое быть. Может и такое быть. Может и такое быть. Никто не купит. Сейчас, значит, только разделись. Я, говорит, даже отдам такому, чтобы, говорит, не рады будете. Человек будет жить. Такое было. Мне кажется, здесь нельзя такое допускать. Ну, нельзя даже сказать. Как-то это надо думать. У нас 20-й пункт про скотину. То есть, понятно, каждую весну, осень… Я хотел… У кого есть коровы, просто Жени жалко нету. Чтобы не было больше такого, ну, как-то собраться вместе, определить четкое число, что мы завтра выгоняем все коровы. Осенью, к примеру, там, давайте еще неделю попасем, давайте. Следующую там посмотрим по прогнозу, нормально, еще. У меня коровы нету, ну, как-то смешно вроде. И говорят, что это из года в год, у нас эта скотина так… Ну, как-то, наверное, неправильно, не знаю, надо… То есть, вот мы сели в прошлый раз, обсудили, как-то все это обсуждали. В Зеленях было всегда так. Нанимали пастуха, собирался деревенский сход. Допустим, пастуха три, там, я взял пастухом другой, третий. Ну, вот, у нас был отец, всегда был уверен, что обязательно его выберут пастуха. Он не торопился идти на собрание дома. Мать ему тщательно голову маслом помажет, он бороду расчешет, там… И идет тогда на этот деревенский сход. Ну, и когда… Ну, а если он согласен эту кондитутуру, то уже точно выберут отца. Это пастух природный. Значит, а потом… Дальше… Да, говорится, когда выгоняем? Выгоняем такого-то числа. Все до одного. Есть у него дома хорм или нет, выгоняют в этот день. Дальше, если ты будешь выгонять через неделю, то корову будешь, пока она привыкнет в стадии, пасти сам. Будешь ее каждый день провожать, и там на стекле ты будешь пасти ее сам, со стадом. Потому что каждый день не будет… Мы, допустим, выгнали, мы где-то неделю, плечанка, одна, там, теленок, корова, домой бегут. Мы ребятишки босиком и развалили. Коротенький бичик, вот бежишь, бежишь, загонишь, когда за хвост этого возьмешь, и тогда уже к стаду ее гонишь, когда загонишь, а там уже отец тогда со всего плеча начинает ее кнутом охранять. Приучали, да, а как? По-другому нельзя было. Все, за неделю где-то уже и коров вместе, они уже привыкли, уже домой не бегут. А так это один выгнал, другой через неделю, другой через месяц еще. У меня есть норопленка, и это плевало я на вас. Понимаете? Конечно. И они начинают, выгнали корову, когда, в первый день, когда выгнали корову, коровы все друг другом, значит, пободались, выбрали кто из них будет староста, кто заместитель там, все, у них сразу иерархия устанавливается. Дальше спокойно пасутся. А так выгнали, через неделю все коровы набрасываются на эту корову. Ее там гоняют, быки все гоняют. То есть надо еще выгнуть позже, и опять это целый месяц идет эта карусель идет. Так не было никогда на деревне, как у нас. А у меня, говорит, сено есть, я еще фут буду выгонять, у меня еще сено есть. А другой говорит, сено нету? Приходит, дайте сено маленько, у меня не хватило сено. Так нет? Выгонять в один день. Всегда. Это везде так, в каждой деревне. Выгоняют в один день все. Там, если больная там оставляют, или там стельные еще там… А так все в один день, выгоняют все в один день. провожают за деревню, люди провожают за деревню, потому что коровы некоторые домой бегут там и прочее. Ну а загонять осенью как? Что? Ну у кого две коровы? Уже холодно пасти, пасти не хочется уже, все. Пасти не хочется? Ну что тогда? Две коровы там можно и дома держать, чтобы не пасти. Две коровы пасти не хочется. Так не бывает. Это общество, понимаешь? Мало ли что мне не хочется. Никто по домам, не пасти, а где там? Община. Не община. Батюшка, надо с другой стороны посмотреть. Допустим, моя основная детница, дома у меня допустим там свиньи. Я пол дня с ними. Так мне выгоднее две коровы дома поставить и держать. Мне это. Я со свиньями возьму тебя. А у кого-то 30 коров. Это его работа. У него нет свиней. Как тогда я рассуду? Мне надо дома работу делать. Нет, я из этих двух коров я должен 2 дня в неделю на поле торчать. Тогда так, пусть один спасет остальные по домам. Это будет по-нашему. Пастух должен быть, значит? Пастух. Нанимайте пастуха. Одного пастуха нанимайте. По пиццу. Ну, сделали хотя бы первые там года посли так, чтобы просто по дворам ничего. Потом сделали. Это не из них проявляет. Давайте плату тогда за счет человека. Нет. Кто там были тогда? То есть, надо, чтобы по головам, как вот в Георгии так и было, по головам. Сколько голов, сколько дней. Пасти. Но была одна корова. Редко у кого было две коровы. Значит, чтобы у всех было по одной коровы. Чтобы поровно было. По одной корове. Что, по дому не паси, подай коровы еще не было. Вот это будет шлачнее. Нет, мы не можем нарезать так, чтобы у всех было по 10 коров ровно по всей деревне. Каждый нашел себя в чем-то. Почему, как Дима, сколько жил с Володей, только свиней. Я в город не могу торговать ездить. Я нашел себя в долг 6, иду сидеть, навоз вот этот там кидать. Я не могу в город ездить. И поэтому я не буду 10 коров. Ну, как-то договориться надо. Выходить так, чтобы на этом там уже, как говорится, гражданской моменту не стоять. Да ладно, а осенью? Ну, я уже там холод, дождь. Я оставил, и все. Я говорю, барбашок, не спорю на тебя, никто не взъедалится. Покупай электропастуха. Стоит 100-150 тысяч, и ты будешь, значит, дома заниматься, и люди будут дома заниматься, коровы держать. Тебе уже третий год, говорю. Ты никак не понимаешь, Александр. Вот на будущем вот текущий год. Алексей Семенович, это надо где заливная там луга или что-то. А у нас сейчас выгорело, где там пастухом загородило, там она, вон, смотри, какая трава. Через три дня меняет. Через три дня. Вот мы ей показывали, ехали, с вами ехали. Он возьмет, и он скажет, что да, значит, Сосков может быть прав. Это менять не как ты у гусей, своих там стадо гусей меняешь, через три дня. Это коровы, он будет день городить, это пока менять будет. Батюшка, ровно три часа за неделю уходит. Я спрашиваю, ребят, три часа в неделю, все, говорит. Мы, говорит, загорали. Три часа на неделю. Попробуйте, я не против, попробуйте, сделайте. Ну, так просто. Ну, вопрос следующий. Порядок послушания и порядок территории. Был у нас юбилейный праздник, юбилей, вот, и вы, дяди, говорили, тут Жени опять нету, как бы, что с людьми спрашивать. Ну, к примеру, там, те же, тоже железо убрать, вот, с этой, со стороны улицы. То есть, я слышал, раз, два сказали, железо не убрал, то есть, по какой причине? Вот. Игорь Валентинович, у меня вопрос. То есть, если сзади не снял вопрос, сейчас он уберется, я уборку, и, значит, ему все убрать. Да нет, просто было дело, я, как бы, я не потому, что такой плохой, там, просто вопрос, как бы, празднику, ты там, ну, не знаю, спрячешь куда-нибудь, ну, чтобы было нормально. Ну, не успели убрать, ладно. Ну, вот. Игорь Валентинович, тоже вот это железо стоит в околке, это же не ваша территория. Как-то, ну, спрячься-то все железо, весь мусор, который там, какие-то веревки, там, все это. То есть, ну, это, в принципе, как бы, всех касается. Тем более, люди, которые живут уже несколько лет здесь. Ладно, там стройка идет, к примеру, хотя тут тоже неоправдание. Вот это, где стоит твоя, это, раньше была там такая роща, красивая, она была канавой окопанной, там было просто как, место даже, ой, как парк какой был. Потом здесь уже березы все стали. Ну, то есть, это не дело, что я живу здесь, а там мое что-то там, можно же насадить еще что-то. То есть, надо все это убирать? С улицы желательно убрать, чтобы на улице не было тех. Тем более, техника, которая, допустим, стоит у вас, она не действует, это волокушек, грабли, они, нет, ну, куда-то их поставить, туда или туда, куда-то утащить, сзади там поставить, она, зачем мне на улице стоять, когда они не пользуются, стоят они с металлом, среди улиц стоит металлом. Зачем? Ну, как мне больно, на зиму оставлять не надо. Ну, ладно, сейчас он примативный команду, на зиму убрать все, чтобы не было ничего. Красоты-то нашей деревне не прибавляет, я вообще не знаю. Вопрос, значит, жубов колорадских. Вот, мы конкретно с Иосифом, матушки нету, ходили, у нее огород там напротив фигу-сихо-нашникового. Значит, у нас тоже картошку, где вот его старый был домик, заедают жуки, он собирается, приходим туда, там жуки, то есть явно, что с ними там ничего не делают, вот, там прям все объедено. То есть, если ты не можешь делать, ну, тогда не заводи ничего, вообще не сзади, либо ты что-то делаешь, зачем эту покость разводить-то? Ну, а как? Ну, либо вы что-то делаете, вы же гадите другим, десятка заповедь, там, не пожелать чужого. Да, ну, жуки, кто с ними не боролся, как у жука? Да нет, это речь, речь о том, либо ты борешься, либо ты ничего не делаешь. Это непобедимое. Если ничего не собирает, то вообще ничего. Веселье, Веселье Гебранного Плошпадня у нас хочет так же. Сейчас, выход в новый метод борьбы с этим, со злодейским жуком, замачивайте с весны семена, значит, в растворе, значит, там, торнадо, ураган или еще, и у вас до копки рук не будет, только потом будет, подойдет лечить. Тех, зайдя все, которые не будут, а у вас не будет ничего на городе. Попробуйте. Там есть дозировки, и все. Сейчас перед бассером, перед посадкой, и вот замачивайте. И сейчас уже вывели новый сорт картофеля, сортап, подающий, который колорадский жук не берет. А, я, может, бы единство, такую картофель. Ну, еще больше, это же общее беда, надо просто следить за ней. Ты тоже не прав. Как? Ты тоже, как бы не прав, что человек посадил, но ухаживает, у не ухаживает, но может не успела. Она вот в городе, там, в Сибирской долине, где брат купил у меня, и у нее сестра живет. И соседи говорят, не садите, пожалуйста, картофель, мы вам лучше купим. Лучше купим, а мы не садите больше картофель. Нет, это общая беда, и надо вороться, а не так просто. Ты посадила, ты в итоге сама... Добивайтесь в один день обрабатывать, в одно время в один день. У тебя картошку съели всю и перелетели на воду. Зачем? А в этом году, как дожди пошли, ничего бы ты не затеркнул. Я со своим вину завожу. Жуками, там твоя мама свидетель, каждый день ходила, сочинала, полуэтиловую банку, ты выслушай меня теперь, полуэтиловую банку за раз набирала жуков. Хорошо. А как дожди пошли, я в чем? Ну, прыскай, не прыскай, смыло все, и все. У меня море, вот копали сейчас, нам их не пересчитать. Хорошо, вопрос-то просто борьбы. Тут два, либо мы боремся, либо мы боремся. Вот в чем вопрос. Сейчас этот метод, это метод, вот этот метод борьбы. Да как у нас, вот этот метод. Приходите на водоросы, правите, вам дают. Теперь вопрос безопасности, который у нас самый-самый, прям такой серьезный вопрос. Я сейчас, как бы, как бы, это, внимание. Вот этот год, этот год еще раз показал, пап, нужно минуту внимания. Значит, этот год еще раз показал, что безопасности у нас, как бы, тоже никакая. Вот, поймали опять очередного вора. Вот. И такая тоже неприятная ситуация, когда, к примеру, опять же, вот Жени нету, Володя позвонил там Жене, там спросил, чей-то телефон, там, да нет, у меня этого телефона нету, за слов Володи. И все, как бы, и все. То есть, понятно, что у нас нету сейчас никакой методички, инструкции. Вот я работал на железке, там вся инструкция написана кровью. Вот. Четко, как ты должен действовать, как, при каких ситуациях. Вот. Может быть, если Бог даст жизни, может быть, мы потом кратенько что-то разработаем, потому что это наша безопасность, нам здесь жить. Вот. И как-то так получилось, что, там, типа, нет, я телефона не знаю, спать лег. Да ты позвони другим, быстро подними, там, третьего другого, там, жену подними, чтобы, пока я тут одеваюсь, побежал, я это говорю, быстрее говорю, звони там другому, я одеваюсь. Какая безопасность-то? Потом, вопрос в это, будущего, я так представил, ну, именно, какие-то воображения, как бы, да, у меня воображение работает, думаю, если будет у нас жизни, у нас будет тут много, мы проведем асфальт, все здесь боятся привезти асфальт до трассы, то, что будут ездить воры. Вот. А вот у меня вопрос, а у кого они воруют-то? Игорь, в основном они у тебя воруют, вот, у Володи там залезли. Так, а может быть, нам что-то надо сделать? Почему они не ездят в Корчино, на урывки? Почему я должен бояться асфальта? Асфальт для меня, это наоборот, там, создание рабочих мест, не знаю, чтобы люди сюда приехали, ездили за товаром, за моим, это не страшно. Это нормально, в Корчино не воруют. Люба, у тебя было, что, воровали там все? Да я слушаю, я не говорю. Воруют! Воруют! Я встаня из окна на восемнадцать, встаня из окна на восемнадцать, встаня из окна на восемнадцать. Понятно, наоборот, в местные, а когда они едут откуда-то, потому что знают, что это, я срать, это не страшно, это вам страшно, что как бы у нас почему-то все так. Человек, когда богатый, когда богатый, наоборот, два забора, камеры, десять собак, там, не знаю, охранник еще, а у нас получается самый как бы состоятельный и там ничего нет еще, но богатый, я думаю, что это асфальт, это проблема не веще, а просто надо быть... Это не проблема, это наше желание, это личное желание, это не проблема. Да, в начале, что богатый, то что, надо сомнений быть, немного убить. Семного, как говорится, что-то смогли, где-то охранять, где-то можешь собаку завести, вести, вести, вести... Как в самом начале, батюшка сказал про шлангбаумы. Это всегда было, есть и должно быть. Посмотрите, вот в фильм Вечный Зов уезжают, везут кого-то, старшего сына они в город повезли, пожалуйста, открыли, выехали, закрыли. Все, там всего-то палочки эти, а у нас об этом разговор шел никакого. Вот, пожалуйста, по деревне и шлюют, они днем и ручьем. Вот у меня трубы есть, и все, вы свалите, только кто свалит? Там, спасает там, и там, где-то городички, а на 4, застает, на 1, там, не прошу, что свалит, тропы, я за это просто... А против тем, у кого машины, это же надо остановиться, надо открыть, просто немножко со стройкой, я часто признаю, да, я понимаю, что это безопасность, но вот, там, пока меня, может быть, не ударило, как бы я на это смотрю, поскольку у меня там стройка, как бы мне некогда, но, может быть, Бог даст на следующий год, может быть, хоть чуть-чуть что-то там сделает, может быть, в следующий год пойдет. Ну, не пойдет там в это. Последний вопрос, про строительство сегодня говорили, что многие люди пишут, тем более с юга. Мы приехали, а домов нет. Вот в интернете женщина одна переехала из города на Алтай. Она фотограф. И говорит, я когда приезжал, у меня в руке была сумка детских вещей, еще что-то там, и еще что-то, и все. И когда ей пишут, какие красивые фотки, ой, скажите, как мне переехать к вам? Она это приводит прямо из писем людей. Скажите, а у вас есть там асфальт дороги? Она такая, вообще не пиши, сиди на месте. Ты, что пишешь-то? И много-много таким прям в это. Если ты мне задаешь такие вопросы, ты никогда вообще не переедешь. Строительство, вот я считаю, мы, чтобы так подумали, что это фильтр для переезда. Если у человека есть огромное желание, он приедет к Кибербарабашу, он будет жить в палатке с весны, и будет что-то строить. Я понимаю, что ситуация бывает разная. Да, это как бы нельзя подсеркнуть. Но вот так бы меня бы это, не знаю, испугало бы. Тем более, говорит, есть деньги. Найди людей, бригаду, которая там, телефон, и сейчас журнальчик строек открываешь, приеду, сделаю тебе. И нам писали такие письма. Я, говорит, к вам, переехал, но через сколько времени мне жилье предоставят, и какая должность у меня будет? С каким охватом? Писали такие письма. Говорит, а у вас есть, говорит, там, субсидии, там, что-то еще? Говорит, зачем? Вы, говорит, пишете? Вы, говорит, с такими вопросами вообще сюда несутесь. Вы, говорит, будете сидеть. А я, говорит, переехал. У меня, говорит, было огромное желание. Говорит, с такой сумочкой детских вещей, еще с чем-то. Сейчас там скотину завела, еще что-то делают. То есть, это, я думаю, тут не в том, что у нас домов нету, и беда такая. Это как раз фильтр является. В какой-то степени. Я все. То есть, теперь что-то подожди. Давайте. Фильтр, фильтр, разница. Под домом делается вентиляционное окно. Под одной частью сделано окно, и там ваши вещи. А в другой поставили фильтр. Из какого-то решета иголка не пройдет. Пол, влаги, все сгнило. Отфильтровали. В этой комнате мы меняли. Ты видел, где прыгали? Сгнило все до гвоздей. Это хороший фильтр воздуху. Так что с фильтром тут надо тоже смотреть. То, что взяли пункты, которые. По каждому пункту сейчас вернись назад. Снова повторить и проголосовать. Вот один вопрос очень интересный. Мы его даже не вдумали. Дети, которые окончают, вот уезжают. Ну, конкретно взять вот у Игоря. Закончил университет, работает в городе. Теперь он городской, да, городской. Уехал из деревни до этого. Ну, ясно, что уехал. Унес своя должность, свой там бизнес или что-то. И вдруг он решил переехать. Он говорит, он должен писать заявление. Я даже не думал об этом. Так ставить вопросы. А вопросы серьезные. Ну, я не писал. У нас были такие. А я заявление не писал. И все. И спрашивают несколько. Вопросы поставлены. Почему? Потому что человек уехал, прописался. Квартира, работает. Закончил. Не потеряешь. Кого нигде нет. Он не платит, ничего нету, нету. И вот просто хорошее, а ничего не решили. Решить надо. И пока же батюшка сказал, ничего не разжигать, то другое. А Алексей Семенович здесь, он все равно говорил. В те годы говорил. Вообще не ждите ничего. Вообще это удобрение. Он говорил, все время толок. Я ему говорил, у нас такие предохранительные меры. Только осенью, весной. Всех предупредить, чтобы рядом песок был, безветренную погоду. А вот он вихрь. Вопрос подняли. Не жечь. Дальше не двигаться. Заново пройти и проголосовать за каждый вопрос. Я вам сейчас предлагаю. Тогда видно будет, что ты не на смешку вылезь туда. Кто приехал, желаю, конечно, писать заявление. Писать. Что я, наверное, прошу принять меня, значит, деревенскую общину. Будь членом деревенской общины. Я желаю здесь поселиться. Все, сам согласен. Если человек в совершенных летах, он уже за себя встречает. То есть любой человек, даже ребенок, даже сын или дочка. Ребенок, какой ребенок васил? Я говорю, я не имею в виду родство. Я не имею в виду родство. Он самостоятельная своя семья. Он завтра будет уже... Имею в виду, что сын тех родителей, которые живут здесь. Ну и что? Не чужой человек. Вот это чудо. Потому что он пока не решил, пока ребус не смотрит еще. Нет, я говорю, что если он сюда приедет, он решил, то есть он... Как? Так, да? Чтобы он согласен суставу. А не просто. Он приехал через 20 лет. Он вообще не деревенский. Но у него он... Я был здесь, родители здесь. А он в это время научился пить и курить, и, может, наркоман. А я поселяюсь. Он должен точно так же провести собрание и подпишется, чтобы выйти исполнять устав. При нарушении он подпишется, а я отсюда съезжаю. Как было с Горбудовым. Ну все согласны. Тюрея кинула. Вот он просто прогнозов отчета пожарной опасности. Кто-то ставит. А в него написать с такого-то приняты более стройкие меры. Ничего не удалять. Этого нельзя делать. Оставить его, чтобы люди знали. Была попытка, но она кончилась неудачей. Стали жечь. И знаете, кто не жил, главное сидеть в ней на спросе. Поджигал? Староста поджигал? Саша Мухов поджигал? Комаран поставил ведро на крысо. Прогорело ведро. Через крысо провалилось и не загорелся. Дальше пчелы, а тут мураши. И прямо рядом начал выжигать мураши. А тут это пошло и сюда. Никогда, нигде, ни одной спички. Дымило такое пришел, что матушка крыс выгоняет. Крыс. Одна горит в сарае, внутри горит. Солома везде. Крыс выгоняет. Запретить. Начиная с руководства. У нее там она шерсть в бочке жгла. Павел, а за чего гневость? За то, что забор гяглами спалила матушка. Ну это же не секрет. У нас тут, я не знаю, кто... Там-то другое. Он видел, матушка поджигает, он стоял. Это не у меня, говорит, у нее. Он еще смотрел с меня. А когда уже огонь перешел на него, тогда он только стал грыть. А почему ты его сразу не взял? Сейчас речь идет о поджигателе. Они там, почему Гитлера в 33-м башку не свернули? Ну увидел, когда поджигает. Почему он не сразу, пошел бы граблять. Почему 33-м Гитлер не поставил на место его? На самоубийство не повели. 45-й год впереди будет. Так и здесь. Не надо тут ничего говорить. Она зажигала. А почему он не тушил? Да не тушил, потому что она остановилась. Это к нему уже вопрос. Сейчас-то зачем она зажигала? Не поднял древнер. Это, Анатолий, я не помню, какой пункт добавит, что вообще запрещено спеял за зажигать. Какой? Проголосовать за то, что нигде ничего, ни одной травинки не выжигать. Да. Ну что же. Мы уже голосовали. Мы приняли его, Вадим. Мы уже приняли на все собрания. Проголосовать. Мы уже проголосовали. Не сгни поправку с конкретной формулировкой. Вообще не разжигать. Мы уже проголосовали. Мы говорили даже, что штраф будем брать, чтобы он будет жить. Еще больше. Почему не проголосовать? Да проголосовали. Проголосовали уже давно. Уже все. Но, однако, просто сейчас добавили, что им порядок. Кто против? Леша по делу все вопросы поставил. Давай. Так, 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 по порядку. Значит, по поводу 34-го пункта, а чтобы добавить, что человек, член общины, живущий здесь, может избираться в старосты только через 5 лет? Правильно. Абсолютно правильный вопрос. Проголосовать. Так, следующий вопрос, чтобы... Все за. Все за. Против, кто не против. Сначала поднять руки. Посчитать, кто против. Вот за это, поднять руки. За. Что за голосование такое? Сидят руки, не поднимаешь. Ты еще против? За. Ну, вот не против. Все за. Не больше. Обален. Послушайте. Отпускайте руки. Все, кто против. Никого нет. Вот все так и запиши. Иди на глаз. Следующий вопрос. Чтобы оставить в членах деревенского совета только людей, которые участвуют в общих делах, общих деятелях. Абсолютно точный вопрос. Простите. Проголосовать, если вы не принимаете, какого вы счастья? Он что есть, что нет, его нигде нет. Он не принимает никакого вообще счастья. Зачем он нужен? На сегодняшний день конкретный вопрос должен стоять. Как? В смысле? Кто у нас недеятельный, исключаем или не исключаем? Перезбираем. Вот я вопрос задал. Я сказал все. Что он исключить, Ивчука и Игорь Леонидович. Не жители, а именно членов церковного совета. Исключить. И не церковное дерево совета. Ну а остается только один Андрей, это мало. Сама сейчас переизбрать, Туша переизбрать. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Полеша здесь рядом. Здесь еще не. Сразу были. Три человека. Три человека, смотрите. В уставе написано четыре человека со старостой. То есть получается староста плюс три человека. Андрей есть, есть. Я от кандидатура Виктора Николаевича выберу. И дядь Володя еще можно. А остальное скинуть у нас в городе точно так же. Не принимайте участия. Их исключили, выбрали других. За Виктора Николаевича все согласны, да? Да, согласны. Да. В итоге. Виктор Николаевич. Теперь вы, депутат. Все. А с вами хуже? Ладно. Следующий. Так. Еще раз. Значит, вопрос о членских взносах. Вот. Голосовать-то за что? За то, чтобы платили все. Пусть это будет, как Александр сказала, все правильно. Там, для дачников полгода пускай не платят. Сколько месяцев живут, столько платят. Да, да, да. Сколько месяцев живут, столько платят. Чтобы это было по совести. То есть это же, я же не себе деньги беру. Правильно. Полмесяца жила, значит, чтобы высчитать за это двенадцатую часть. Вопрос, кто всех поделал и проголосовать, кто за это? А тут вопрос стоит. Я не член Деревенской, не общим никак. Но мне есть правильный почетный член. Я должен платить налоги или нет? Ну вот, например, Никита, Волголь. Сейчас имеют даже дома свои. Но они помогают нам сильно. Давайте мы не будем... Нет, а я... За год платят. Как это не будем? Живет полгода. А почему не наслезает? Важно все плотинки, все за свой счет делать. Мам, мам, я сейчас про них я говорю. Они-то что будут платить? Пусть живут, когда или как. Не знаю. Ну, почему за год платят? Каждый год, из года в год. Она не живет здесь. Она всегда за год платит. Ну, тихо, успокойся. Так, которые в логике... Своей работой. Они за десять лет все заплатили. Вашего участия ни в худах нигде нет. Они слишком много общественной... Общественной делки... То есть... Ну, все только на общественной работе нашли. Вот, все это плата. По дороге ездите, грязи нету. А мы с него и не берем. Кого? С него. А он еще... Члены деревенской общины Никиты и Володя. С них брать никак не... Работают бесплатно. Секундочку. А вы члены деревенской общины? А как они... С чего? Они заявления не с чего? Они никакие не члены. Они еще ничего... Забрания не было. Заявления не было. Они не подписывались с ними. Ну, мы же Крестово-Сдвиженская. Я Крестово-Сдвиженская. Крестово-Сдвиженская община. Причем тут это, мы же не так же делаем. С деревенской общины. С жителей деревни. Кто живет, мы с них собираем. Нет, говорят, что они члены деревенской общины. Они у нас члены. Они не жители, поэтому они... Они не жители выбирают. Прописано здесь. Только они не члены. Они не писали. Нет, ну они... Они не члены, но они в это. Они жители. Тогда давайте другую какую-то категорию. Ну, так вопрос, они платят или нет? Они-то не платят в отчетках. Нет, не платят. Все, закрыли обороты. Вы знаете, что на них все состоит. Все. Да, про это не говорит никто. Говорит, что члены или не члены. У нас заявление. На них соседей? Они как будут жить, тогда и будут писать заявление. Они ж не живут. Как не живут? Полгода живут. Ну, они как бы... Так они столько живут. У меня следующий вопрос. К 27-му пункту добавка. Это пункт о том, что человек, как уезжает, дома продавать только своим. То есть в какой-то более ужесточающей форме, что в обязательном порядке никак. Да не умеет права никакого заставить. Как им не заставить? Ну, как юридически? Ну, да. Может? Даже живет коммунальная квартира. Три квартиры. Если он продает, то первым следовая тема. Если те отказываются, вы отказываете, тогда продаете жить. У нас это есть. У нас есть это. Я говорю, это есть, но там как-то типа землю в более ужесточающей форме, что именно там не просто свой участок какой-то огород и продает, а конкретно дом. Вот. Если сейчас покупателей нету, значит пусть стоит, там найдется покупатель потом. Я себя обезопасиваю от тех случаев, в которых я уже слышал, что там продам кому-то и приедет какой-то. Зачем он тут нужен? Это все равно должно уносить рекомендательный характер, а не указательный. Вот у нас устав, и как это все равно? Ну, это же все равно часто... Да ведь почему закон? Это не рекомендательный. Это государственный закон есть такой. Нет, ну в данном случае у нас устав, у нас все рекомендательные. А если свой дом, все равно не сможешь это сделать. Ну, ты жил в общине, ты живешь здесь, и ты хочешь вместо себя... Да нет. Игорь, у нас тут все рекомендательное. Ну, вот все. Поэтому на вот этот уровень... Что накручиваешь? Там и так уже в этом уставе есть, что ты должен своим приглашать. Первое, что ты должен, ты должен быть в твоих жителях, действием. Да. Я просто почернавание показалось, что там не продают. Про землю написано. Прочитал там, где написано. Там написано просто про землю, я бы что-то подумал, что более надо... Здесь же мы в общине, здесь только дома, а даже любое, что-то ты продаешь, какую-то вещь, допустим, трактор или тележка, ты должен первый предложить свою. Братья, никого вам не нужно, я вот хочу продать, мне это нужно. Первый должен предложить свою. А потом уже, если никто не берет, ну тогда уже продавай. Он может так сказать, я продаю трактор за 500 тысяч, никто не берет, а у русского когда за 500 тысяч, ну и все, он за 50 договорился продавать, больше не надо продавать своему. Вот так надо делать. А не так, что своим назначил миллион, а другому за 10 тысяч отдам. Он может так хитрить и все, лишь бы пакать сделать. Еще не уехали, а уже начинает против. Отрезать это заранее, чтобы не было. Вот Игорь на севере жили, дома, уехал, ни рубля нету, все, с отцомок сел и уехал, и на этом конец. Покупателей нету. А он не сказал, я продал на Аляску его. Для нас государство это деревня, как государство. Ну просто здесь конкретно о продаже, там какой-то вещи, не знаю, как это, формулировка или как тут. Пусть везет он. На совести человеку. Все на дрова не увозятся, там оговорено, все на дрова. А он продавать только своим, землю никого никогда не продавать. Это преступление. Значит, еще один пункт, кто согласен со мной, по поводу порядка созыва собрания. Вот как я объяснил. То есть надо проголосовать за то, что хотя бы в устном виде, то есть это в устав не будет добавляться, но чтобы все знали. Когда есть какие-то вопросы, то есть ты сначала подходишь к члену деревенского совета, вот, если на этом уровне не решается вопрос, значит собирается полностью староста, батюшка. Если не решается на этом уровне вопрос, тогда собирается собрание внеочередное. А не так, чтобы вы собрание не собрали, значит там пошли вы, все, я там не хочу ничего делать. То есть определенный порядок. Кто за этот порядок? Руки поднимите. Если у кого есть какие-то комментарии. Все, да? Ну все понятно. Еще, кстати, вывоз мусора. Кто-то до сих пор не знает, что мы в эти силостные ямы, которые залит полом, ничего больше не сыпем. Мы договорились, что мы сыпем в те ямы, которые вот туда идут. Как бы всю грязь мы уже сюда давно не сыпем. Потому что сюда ничего не возить. Высыпаем только все туда. Почему вопрос? Ну потому что все это химия, это все идет в наши голодцы. Химии никакой не сыпать. Ну у нас мусор, ничего, ни техники, ничего нету. Набралось 20 лапанов мешков, сейчас доехать везли. И мы куда повезем на тележке? Просто дело в том, что там никто не будет сидеть выбирать. Кинули баллончик с какой-то там, не знаю, краской или что-то там. Никуда не денется, она тут и сдохнет. Это глина. Он правильно понимает вопрос, правильно? Нет. Почему, Алексей? Потому что стали варить дальше от края и наконец уже на 20 метров. Да нет, не по этому. Грун и вода, все это в наши колодцы. Куда? Глина, глина, глина это замок. Да нет. Ну там глина там через все. Какая глина? Хотели кладбище перенести в начале Алины и наши Елбаны. Но когда я показал анализ почвы, что глина, все отступили. Глиняный замок называется. Ни одна капля не проходит. Здесь вообще будет свалка Хаккорщина, до самой деревни она стянется. Сказали там на дальнюю яму, на дальнюю яму и валим. Что там это? Не надо. Нет, просто можно все собрать, это и потом централизованно, там Т-16 взять и там вывезти все. Мы так делали, Виктор вывозил. У нас нет транспорта, ничего нет, набралось железок сколько-то. Так вопрос теперь, зачем мы железо выкинули туда? Нормальный железок, который можно сдать. Она не нормальная. Одна хровка там хрущенная. Которую можно сдать. Вот никто не берет, никому не надо. Нам территорию освободить. Мы не можем в ограду зайти. Понятно, мы же с ям забрали, если что. Так, следующий вопрос. Если вы эти ямы не валите, категорически запрещайте, не валите эти ямы, только в дальнюю яму. Но кто, у нас никто не валит, все на дальнюю. Не валит, ну вот, если я говорю, кто-то не знал, теперь чтобы вы знали. Нам здесь не нужна помойка возле деревьев, у нас помойка там, и все. Все оказывается. Кто за то, чтобы не валить сюда, поднимите руку? Правильно. Я прошу категорически для лагеров. У нас не техники, ничего нет. Отставьте, выйдите себе на улицу, в мешке какой-то, поставьте, кто будет и увезет туда. Кто-нибудь не повезет. Да не то, что мы везем собрят. Несколько раз в это, люди... У нас еще больше и нет. Мы один раз выкинули, говорят. Я просто говорю, в один раз задумите, а почему и можно, а почему нам нельзя. Повезут туда опять, все, повезут, всякую пакость туда. Так, ты спроси, Глушко, сколько раз вывозил? Последний раз ты ездил туда, вот, сосновитые. Туда или что вывозил? Сколько? Вы везете все-все там навалено, но не где-то, а рядом. И вода все это смывает. Вы же валите-то не в траншею, там, зайди, откуда видать-то. На крышу залез и посмотри. Да сюда уже здесь и всех не валят. Сюда уже никто не валят, туда валят. Я говорю, там далеко, который, ну, куда. Так вот, там все завалено уже рядом. И вода никуда, куда, ну, смывает наружу, вы туда внутрь скидываете. Тоже вот это замечание, надо валите туда, валите. Как было весной, так и сейчас. Опять вносит и все рядом, и даже от торжея не устает. Да и все, будем туда и наклониться на металл. На листья куда-то отдельно, вот такое. Да, в принципе, и все. То, что перегнивает. Я прошелся по вопросу, никто не отделяет это листья, там, или что там. Ну, за день не обращается. Зарослые. Слушай, ты еще вопрос с Игорем и господи не поднялся. Значит, я этот вопрос не поднял, я просто говорю исторически. Вот так сложилось, что я этот сарай сам строил. С самого начала, когда мы с батюшкой траву скосили, как-то так получилось. Я просто себя представил на месте романа. Вот он, благоукрашался, храм. Я говорю, один раз в 50 лет получилось так собрать горов, там, или в 100 лет. Но в итоге этот один раз он есть, это пыль вся, аж в храм зашла. Ну, как бы, ну, это неприятно, человек трудился. Ну, ладно. Нет. Леш, а вот ты вот буду на следующие. Вот это, ты говоришь, один раз в 100 лет получилось. Что вот такая у нас осень теплая стоит. Все благоприятно, он на улице перерабатывает это зерно. Обычно он все это делал в складе. Теперь, вот у него сейчас проблема ставить второй склад. А ты что ты предлагаешь? А ничего не предлагаю. Он придет, вот мы соберемся вместе, хотя бы, чтобы у нас было 3-4 человека, вот, собранием, да? Ну, не собранием, а нашей вот этой вот. То есть, как написано, полставка. И вы решите, что, Игорь, ты, чтобы вот нам бы не летела в храм, ты ставь этот теперь слайк туда, вот, за ручьем. Нет, это сейчас ваши слова, секундочку. Вы зачем мне это приписываете? Это ваше слово. Это ваше слово. Я говорю, мы решим, мы решим с ним, с Игорем, и все. Мы сейчас учебнее шаги, я вам сейчас все должно... Тем более, что у него оборудование, которое перерабатывает... Все, мы это все поможки решили. Раз уж и исторически так получилось, то... Но исторически так получилось, и больше такого не будет. Вот, больше, в следующий раз все стройки, все стройки будут сообщать, решаться. Потому что одна голова там, хорошо, а две еще лучше. Какой, где кому, какой цех построить, там склад, еще что-то, не знаю. Вот и все, я пока не говорю, ничего переделал, а просто что-то жать. Если не переделать, то есть, и все, и все. Звучит песня, Бога Родицу, крест на блаженную, и преми порочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Керубин, И славнейшую Бессоннимия Серафим, Безыстенье Бога Слово Родшую, Сучую Богородицу Тебя Величай. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Благослови, что по слову Твоему сказано, не во вред людям, А что не по слову, да не исполнится никогда. Научи насыскать Твоего благословения и исполнения Духом Святым. Сохрани это место, если не угодно, для Почти добрых жителей. Наполни дивными Твоими, святыми Твоими, община наша. Найди новые души, желающие в Тебе, в Боге, по Слову Божьей, по Святой Библии воспитывать детей. В чем мы повинны за эти годы? Прости, покрой милосердием Твоем, Господи, мы так нуждаемся в этом. Хвала Тебе, честь, поклонение, слава Бога, Братья, вчера в Кольщино на Огороде нашли монету 1746 года. Это как паузка Церкова, все эти свечи, которые ставят. Она не молится, когда я стою. Может, ты же молитву, что-то не просит. Повернись, поможет, чтобы молитву не стремилась. Слышишь же слова-то, когда ты сюда повернешься, слыхать будет? Батюшка, я вне. Монету нашли в водолоне, вчера порчено. Какая? Русская? Ну да, Николай Первый, 1846 года и сам. Какой год? 1846.